Всем привет, дорогие друзья, на связи Booster и сегодня мы будем с вами дальше продолжать изучать Logic Pro X. Пробежимся мы сначала, конечно же, по функции аналу. В прошлом занятии я рассказал, как нам работать с записью, на что нам обратить внимание при первых каких-то попытках записать наш любимый инструмент и так далее. Немножечко с Control Bar разобрались, да, и немножечко с отстройкой визуал. Давайте теперь пробежимся по всем вкладочкам, которые мы видим, которые, точнее, нам будут нужны чаще всего. Я хочу, чтобы ваша работа в Logic Pro была самая оптимальная, оптимизирована под вас, но ни в коем случае не нагружать вас кучей-кучей различных настроек, функционалов и так далее. Я считаю, что в любой DAO, любую DAO можно изучать бесконечно. И, конечно же, если прочитать весь мануал на 40 тысяч листов, то вы будете суперпрофессионалы, но когда же тогда заниматься творчеством? Поэтому мы будем изучать только самый основной функционал. Ну, во-первых, если пробежаться по самым основным кнопкам, ну, касательно управления нашим... ...нашей записью, воспроизведением, тут все понятно. У нас есть слева ряд интерфейсных таких вот кнопочек, которые помогают нам разобраться в библиотеке, вот касательно вот этой кнопочки, разобраться в библиотеке в пресетах, в отстройках, как для миди-дорожек, да, в данном случае, к примеру, вот у нас есть драм-дорожка, которую я накинул. На примере, кстати, своего проекта буду показывать. Касательно драмера, настройки драм-сессии и разных пресетов, выбора барабанщиков, отстройки малых и вообще драм-сета, встроенного в Logic Pro, драм-машинки, там же еще есть варианты электронной машинки, то есть выбор стиля. Если мы хотим, к примеру, создать драмер, у нас есть очень много пресетов, рок, альтернатив, сонграйтер, R&B, электроник, хип-хоп, перкашн, перкуссия. Конечно же, это дает возможность нам писать музыку в совершенно разных стилях, да, у меня сейчас, как вы заметили, обновилась Logic Pro X до последней версии, но я думаю, что по функционалу сильно ничего не поменялось. То есть, да, появилась работа с лупами, да, мы можем теперь, грубо говоря, делать лайвы и так далее, но в этом нужно еще разбираться, пока работу с лупом отдалим и куда-нибудь в следующие уроки мы с вами поместим. Так вот, это работа с библиотеками, в частности, мы можем проработать постобработку нашего инструментального трека, да, и MIDI трека, как вы уже поняли. На инструментальном треке есть возможность выбора пресетов вокальных, так и инструментальных, Studio Instruments, мы можем выбрать там strings, к примеру, и так далее, куча-куча-куча различных пресетов. Чтобы вернуться назад в наш главный экран, нужно нажать внизу на исходную папочку. Также есть у нас также на акустические гитары различные пресеты, да, электрическую гитару, да. Давайте посмотрим на примере, вот продублировали мы гитарку, да, или это бас, по-моему, сейчас посмотрим. У нас есть отличные пресеты для электрической гитары, баса. При выборе, да, у нас всегда есть clean, crunch и distortion. То же самое касается баса. К примеру, повесим какой-нибудь... Давайте сначала посмотрим, что у меня здесь уже повешено. Guitar Rig, правильно, повешен, да. То есть, если отключить, к примеру, Quantize, да, и пост-обработки, во-первых, можно услышать, как я криво играю, это раз. Вот. Ну и, во-вторых, мы можем послушать, да, пресет чистый, к примеру, кранчевский или... Давайте кранчевский какой-нибудь. Crunch Cup. Тем самым он накидывает уже набор пресетов, noise gate, clip distortion, мы видим. И эмуляторы. Эмуляторы наших различных амплифайров, да. Есть разработанные в компании Logic, да, Apple, ну, кто занимается у них там звуком и Logic'ом. Чисто свои какие-то фишечки, конечно, позаимствованные откуда-то, скорее всего. Дальше есть куча-куча различных пресетов, очень похожих на известных, там, наших крутых монстров рынка, да. Вот. И, конечно, они, ну, будут стараться делать похожий звук, всем нам известный, да. Вот. И они совершенно по-разному будут звучать. Короче, я к тому, что можно накрутить совершенно любой звук под наш характер, стилем. В данном случае у меня была задача сделать такой хард-роковый трек, я писал, помню. Можно послушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, это была музыкальная минутка, то есть вы поняли, что можно накрутить любой звук посредством пресетов, которые встроены в Logic, также и дополнительными какими-то VST-шками и так далее. Я частенько пользуюсь Guitar Rig, который вы уже наблюдали, да, во время прослушивания. Вот. Guitar Rig очень отличный, на мой взгляд, VST для инструментов всех времен и народов. И точно так же здесь куча есть различных пресетов, там 70-е, 80-е, то есть мне нравится эта штука. Поехали дальше. Это у нас вкладочка, которая включает рек вашей выбранной дорожки на рабочей области и стерео-аут общего микса, то есть мастер-канал. Вот. А точно так же, если вспоминать горячие клавиши, мы потихонечку будем, я буду рассказывать горячие клавиши. Если нажать X, то вылезет наш весь, весь рек, весь пульт микшерный, да, в котором мы можем наблюдать точно так же вот данный канал. Если мы выбираем его на рабочей области, да, у нас он точно так же выбирается на микшерном пульте, развернутом. Здесь показана вся наша обработка, эквализация, MIDI-FX, input-ы, audio-FX, и точно так же внизу подписана каждая дорожка, как и здесь, да. Дополнительно в конце есть мастер, стерео-аут и наши посылы, басы, да, они так же называются. В данном случае два посыла всего есть. Очень удобно через shift выключать все каналы. Или включать точно так же с помощью кнопочки shift, когда мы хотим, допустим, снять либо все, всю обработку на треке, да, нашим, либо хотим включить обработку, выключить обработку, к примеру, там одного какого-то плагина, да, он нас не устраивает, мы решили переиграть. С помощью клавиши shift, можно зажать, как я уже сказал, да, и провести просто нажимая с кнопочки выключения вбок, и тем самым он начинает выключать их автоматически. Вот, это очень удобно, кто не знал этот лайфхак. Вот, а что еще? Клавиши x, напоминаю еще раз, это быстрое k-command, горячая клавиша, так же называется, да, наших всяких рабочих зон. Ну, о горячих клавишах мы потом поговорим, как их отстраивать, какие ключевые и так далее. Поехали дальше. В основном, в рабочей области достаточно только вот река нашего, да, вот нашего мини-пульта, скажем так. Иногда, конечно, необходимы пресеты, но зачастую я их выключаю просто. Дальше, это logic help кнопочка, ну, тут, в принципе, все и так понятно. Это дополнительный тулбар, который дает нам тоже различный функционал, такие как там зум отдельной области. То есть, это, грубо говоря, быстрые кнопочки, да, на виду, ну, такой тулбарчик. Я, честно признаюсь, пользуюсь им в процентных соотношениях, если то, наверное, процента 2 из 100. То есть, я и вообще не пользуюсь, я пользуюсь только несколькими горячими клавишами, в общем-то и все.